10 процентов девятилетних наших детей уже знают что такое алкоголь причем не то что они знают там капельку пригубили то есть они испытывали состояние алкогольного опьянения 600 грамм кефира 3 процента алкоголя это 18 грамм чистого спирта это 40 грамм чистейшей водки моя дочка стала кефирной наркоманка главная причина в россии пьянка социальная социальная экономика она всегда была и будет она на первом месте они доступность и сегодня вы предлагаете молодежь лежит алкоголь и да я на сто процентов с вами глупость говорить это вы глупость говорить если детям будут рассказывать про ядовитый кефир и так далее извините то может быть мы получим людей не пьющих но мы получим на мой взгляд умственных дегенератов последний император все руси вел свой закон и почему-то никто не рассматривает влияние введения сухого закона на вот революцию все что произошло 24 мая на очередном заседании русского народного собора правильная православный собор русского народа как так он был славный собор но в общем самого важного мероприятия общественного последнего месяца была озвучена инициатива о серьезном ужесточение мер по продаже и что употребление алкоголя в россии зашла речь даже о том что нам грозит новый сухой закон о том насколько эти ожидания справедливы насколько необходим россии сухой закон и вообще как у нас обстоят дела с алкоголем мы собрались сегодня поговорить ну и что наверное первое слово вам как специалисту в статистике чтобы было понятно я наверное просто два слова о структуре потребления 84 год структура потребления алкоголя в россии следующие 20 литров вина на душу населения 20 литров пиво 13 литров водки коньяка капли то есть всего остального практически нет сегодня мы имеем другую структуру крепкий алкоголь водка и суррогаты те же самые примерно 13 литров пиво 80 литров вина 6 литров шампанского 1 литр слабоалкогольных напитков коктейлей в баночке около 3 литров коньяка около 1 литра смысл весь всей этой ситуации в том что государство сегодня не занимается структурой потребления ни ценовыми принципами никакими другими не стимулирует потребление например натурального вина как это делала в советское время а все последние 15 лет стимулировала только потребление и развитие рынка пива можно ли говорить о том что россия спивается и 80 и в 90 и сейчас пьют примерно одинаково я считаю что россию уже споили до самого конца и мы уже как говорится находимся на том дне когда начинаем скрести это дно выгребать дальше вот я как раз выступаю в отличие от других специалистов как специалист по отрезвлению страны я хочу сказать что вот те решения собора которые были приняты надо обязательно поддержать нести внедрить жизнь вы можете озвучить положительные на ваш взгляд инициативы собор вот чем они в чем они меняют ситуацию ну во первых впервые православная церковь в открытую заговорила о проблеме спаивания людей впервые было сказано что вот та программа общее дело проект я научный руководитель этого проекта который дал просто фантастический результат я вам честно скажу ведь вся алкогольная мафия считала что в связи с кризисом народ запьет ну как всегда в россии кризис значит запивайся были подготовлены новые мощности по производству алкоголя было приняты все меры по расширению производства продажи алкоголя и вдруг рбк дейли я открываю в апреле месяце и читаю большую статью под названием водка щупает дно и там написано что предполагали что увеличится а на самом деле феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года продажа водки сократилась на 21 процент продажа вина на 18 процент производства это ни о чем не говори это неслыханное пить стали самогон вы сразу начали программу запугав народ россии грозит новый сухой закон о каком сухом законе вы говорите о новом который тем более грозит судя по результатам собора тем более что на соборе слова сухой закон вообще не звучал нет у шевкунова звучало в конференции так сказать как предложение быть в день предшествующий собор давайте дадим слова алкогольной мафии прозвучало что россию спаивают да ну тогда это ее спают уже столько веков подряд последний император все руси вел свой закон и почему-то никто не ос рассматривает влияние введения сухого закона на вот революции все что произошло до горбачев первый последний президент советского союза ввел свой закон что случилось мы все знаем если говорится о сухом законе то значит конец этой власти который сейчас есть значит она сама себе рубит просто вот под корень все по яйцам там я уж не знаю как это идиотизм полный потому что сухой закон водили в разных странах мира мы знаем что было в соединенных штатах америки вот горбачева я так думаю что горбачева в принципе он сам до этого не догадался ему наверняка американцы алексей как медик связывает с сухим законом горбачевским улучшение состояния общества неправильно и абсолютно абсолютно алексей правильный агромания на этом фоне абсолютно тут тут это не то что я связывают связывают специалисты в общем то восемьдесят седьмом году мы действительно видим улучшение по показателям смертности от травм от цирроза в печени которые в предыдущие годы допустим два раза больше составляли то есть понятно что какие-то улучшения у нас есть основания считать что сухой закон введенный горбачевым привел к некоторым положительным результатам я хочу возразить с к точке зрения я хочу возразиться а каком сухом законе 85 года идет речь никакого сухого закона не было ограничение ограничения причем эти ограничения были введены абсолютно глупо и бездумно прежде чем провести мощную пропагандистскую кампанию скажем на телевидении просто взяли и законом бах снизить алкоголь даже такие меры может не совсем правильные не совсем полный они все равно привели к вывес кому меньше да я не верю я верю то есть я знаю что такое потому что знаю кто составлял эти люди серьезно почему сухой закон бессмысленным сегодня в россии вот иркинт по-своему объяснила я объясню государство не в состоянии его обеспечить никоим образом государство не сегодня не обладает той полноты власти и если уж не только власти на и воздействие на массы почему вообще возникла религиозно-общественная группа по борьбе с алкоголизацией партийная идеология потерпела крах государственной идеологии в россии нет гражданское общество пытались составить из общественной палаты искусственного органа ничего не получилось то есть нет идеологии общественной поэтому попытались взять что осталось последнее церковь конечно для меня как атеиста это вообще дремучий век средние века просто когда у нас вдруг церковь становится выразителем общественного мнения полная мракобесия нонсенс изначально но не россия спивается а спивается определенная группа не менее половины населения россии группа не менее очень большая да так давайте говорить а вот на кого сегодня направлена антиалкогольная компания те кто спивается вы думаете смотрят они эти ролики две трети землян живет трезво две трети землян вообще не употребляют алкоголь и мы в этом смысле меньшевики которые спиваются я думал что только нас русских людей убивают уничтожают алкоголем убивают кто убивают ну скажем так мировая мафия а мировая мафия которая стремится к владению нашими природными богатствами и природными просторами я приехал господи немцы вымирают катастрофически выборы вымирают немцы алкоголя семье от алкоголя нет вообще просто они от того что пьют и я был семье у них ребенок во втором классе в немецкой школе учится у них турок в классе больше чем немцев этнических турки то не пьют и вот теперь смотрите какие нации на земле развиваются и рождаются китайцы трезвые индусы трезвые мусульмане трезвые понятие они не трезвые кто вымирает вымирает уничтожается белое население земли нас белых людей на земле на сегодняшний день осталось восемь процентов это оголчил и расизм по моему и это какой же это россия но все компании алкогольные принадлежат белым все крупнейшие алкогольные компании я наоборот хочу обвинить в расизме скажем и черном и желтом и прочим раз вы говорите пусть вымирают белые вы говорите пусть вымирают белые я вообще не вижу проблемы будет мой внук желтым черным или бармалиновым решите действительно пьющие нации катастрофически вымирают у нас в россии кто вымирают вымирают русские вымирают северные народы а где у нас гигантская рождаемость мусульманские республики чечня хорошо 6 а дагестан аргумент понятен поэтому поэтому здесь нужно заметить что очень рациональное зерно в чем заключается что россия далеко не самая пьющая страна это первое действительно есть страны европы где пьют больше и где алкогольных проблем больше нет там не только пьют больше там алкоголиков и заболеваний связан с алкоголизмом больше и правительство этих стран понимает эту проблему и борется достаточно эффективными методами 10 процентов девятилетних наших детей уже знают что такое алкоголь причем не то что не знаю там капельку пригубили а то есть выпили уже там не знаю кружку пиво бокал уже стоял как он водки да то есть они испытывали состояние алкогольного опьянения в мире дебют вот знакомств с алкоголем это 15 лет у нас гораздо ниже понимаете о чем идет речь мы это честнее других стран во всех винодельских странах культурах даже у нас конечно конечно там где можно ли отрицать что алкоголь это яд нельзя вот так нет я взял к яд любое все лекарства до любой совершенно верно алицена сказал правильно любое вещество яд значит сахар это яд соль яд яд сейчас слышно какие-то мнения что вообще нужно соль запретить любое вещество я это неприменимо к наркотическим веществом которым является алкоголь дело в том что очень большого количества людей алкоголь даже в умеренных дозах вызывает зависимость и он спивается вот о чем речь наркотические вещества мы не можем применять что не даже в малых дозировках могут быть рекомендованы мы не можем об этом говорить потому что мы должны учитывать все население и мы должны все сделать старшее поколение родители чтобы наших детей до 18 границ об максимально отградить от алкоголя с вами согласен каким образом доступность алкоголя фантастическая для детей бутылка минеральной воды летом стоит дороже бутылки пива и попить он конечно естественно как и менты лучше возьмет пиво который ну менты из сериала понимаете там все абсолютно убедили две бутылки пива литр пятипроцентного это 50 грамм чистого спирта то 115 грамм водки две бутылки пива это что фотки а кто на двух бутылках у нас из подростков останавливается если у нас алкогольное пивное лобби стране безусловно мощнейшая конечно да причем она не наша международная потому что все пивные заводы принадлежат иностранному капиталу одна страна здесь разделить ее надо все-таки на две части пробовать есть алкоголь и пиво у нас поскольку она не алкогольная пивные стоят особняком компании это действительно 6 крупнейших мировых производителей это же бред я вот начал говорить во всем мире пиво является алкогольным но это теперь вот вот это поправку лобби и ввело пиво на жилье не испытывал ни одного кризиса ни одного спада продаж или производства до этого года 15 лет они работали прекрасно но на алкогольном рынке раз в 2-3 года колоссальный кризис который там сметает все к ядре не финис административные кризисы устраивает государство я всегда говорю ребята ну что за хинея какое лобби которое покупает хаос на рынке раз в три года это глупость как такового лобби алкогольного нет есть лобби производителей нелегального алкоголя что такое нелегальный алкоголь это же завода не уплачен акциз то есть его украли его получил не государство а украли производители вместе с чиновниками она произведена на тех же заводах практически на преступным путем и давайте сейчас я как раз и хочу сказать что преступники в купе с чиновниками это называется как мафия главная причина в россии пьянство социальная социально-экономичная она всегда была и будет она на первом месте они доступность и сегодня вы предлагаете молодежь лежите алкоголя да я на сто процентов с вами глупость говори это вы глупость вы хотите скажите вы сказали дайте скажу я подождите вы же сказали но подождите подождите так вот я сегодня пожалуйста вы молодой человек вы знаете молодежь например до 15 лет хорошую работу он получит нет образование бесплатное хорошее получит нет вам наверно лет двадцать пять вы прекрасно представляете что на квартиру вы практически не заработаете ну ладно в москве еще может заработать в регионах нет семью нужно вам будет создавать или не нужно если у вас нет квартиры нормальной работы и образование по болевым точкам здравоохранения и вы говорите и надо бороться с другими социальными причинами они просто рассказывать ахинею дорогой человек я вам хочу сказать в республике чат в африке у молодежи проблем больше чем у нашей он все-таки достиг и ведущие телеканала их не получает зарплата нет я говорю но там нет вообще проблемы алкогольного не детского не взрослые про что там нет алкоголя друг социальных полно но алкоголя там нет еще доступность там равны нулю какие то есть то вы говорите вот давайте здесь теперь второй вопрос нет вот я как способствует алкоголь решению социальных проблем нет не способствует я особи как-то речь но усугубляют люб Sedota нет но не считал об этом году я переварю говорю я еще раз говорю алкоголь способствует тому что нищета исчезает не guilty она не считал сосуда абсолютно мне кажется что вот вопрос способствует ли нищета алкоголь или алкоголь не щите это Это вопрос из разряда, что первично курица или яйцо. Это просто порочный замкнутый круг. Это не порочный замкнутый круг. Существует устойчивое мнение, и я, в общем-то, могу сказать, его разделяю, что есть алкоголь высокий и низкий, хороший и плохой. Напитки, интегрированные в культуру и утонченные, хорошее вино, хороший коньяк, хороший виски. Пить не то, чтобы не возбраняется, но и похвально. В определенной культуре, повторюсь, и есть напитки низменные и для народа. Это дешевая водка, плохое пиво и так далее. И суррогаты. Ну, и самогон, суррогат и прочее. Насколько этот взгляд справедливый? Корзина потребительская алкогольная, она очень, конечно, важна. Если в нашей стране это в основном водка и суррогаты, а в той же самой Франции то же самое количество алкоголя выпивается в виде вина, там проблем с болезнями, с вымиранием, с чем угодно, гораздо меньше. По-моему, это дело, что не меньше. Во Франции болезни связаны с алкоголем больше, чем у нас. Вино, во-первых, это, естественно, натуральный продукт, да? Это не долг, это не долг. Полифенольные соединения, огромное количество веществ, которые... А какие витамины в вине, извините? Хорошо, оговорится. Из винограда что-то передается все-таки сырье. Тем более вкуснее для тех, кто зависим от алкоголя. Да не только, почему? Это закон Павловской собачки, если привыкание к спирту. Но вы попробуете просто в мясной пище, вот мясное блюдо или рыбное, и попробуйте без вина и с виноградом. Виноградный сок также не пьют. Виноградный сок это совсем другой продукт. Алкоголь все-таки делает смысл. А алкоголь вместе с вкусом винограда. Невозможно выпить столько виноградного сока, потому что там очень много сахара. Просто организм не может его столько воспринять. Нет более калорийного продукта в энергетическом плане, чем чистый алкоголь. Только растительное масло чуть уступает. Поэтому алкоголь как таковой, он мало того, что дает нам пустые калории, не давая пластическим материалам ни белков, ни жиров, ни углеводов, ни витаминов, ничего. Понимаете? Это большое зло алкоголя. Почему алкоголики хронические, которые пьют действительно много алкоголя... Перешли на жидкое топливо. Нет, почему у них наблюдаются эти изменения в организме? Потому что есть они не могут получать все свои калории, дневную дозу калорий с водкой. Что же они все такие худые? Поэтому они все худые. Они худеют, потому что это пустые калории, это чистая энергия. А пластического материала строительного нет. Там нет кирпичика для строения тела. Это же зло журтого. На ваш вопрос и развеять ваше убеждение. Вот представьте, здесь бы собрались наркоманы. О чем бы наркоманы говорили? Ну, прежде всего, производитель наркотиков легальных. Вот представьте, это была бы Голландия, где это все легальные. Он бы сказал, вся проблема в том, что эти сволочи производят нелегальный наркотик. От него больше мрут. А вот если это легально, если это культурно, есть хороший наркотик, есть плохой, есть гламурный, есть негламурный и так далее. Именно то же самое мне недавно рассказывал. Абсолютно та же самая глупость говорится, когда говорят, хороший алкоголь, плохой алкоголь. Хороший алкоголь – это та шелковая веревочка, на которой человека повесили. Его могут на кольцонах повесить. Ну, это как-то… А вот хорошая веревочка повесили. Смотрите, как дергается. Нет хорошего алкоголя. Это выдумки алкогольной мафии, направленной на то, чтобы приобщить к алкоголю детей. Вот он говорит, он против того, чтобы дети пили. Конечно. Это лукавство, сто процентов. Если дети перестанут пить, значит, перестанут пить они в 18 лет. А в каком возрасте у нас, по статистике, алкоголиками становятся люди? Средний возраст в мире составляет максимум потребления, когда начинается первая стадия алкоголизма по этической классификации, это 18-22 года. От 18-22 лет. В мире. В мире. У нас это может быть и раньше. Если говорить о том, что нас спаивают наших детей, тогда нужно запрещать, как это советовал академик Углов. Да, он прожил достойную жизнь, очень много лет прожил, но он столько бредятины нес. Просто нереальные бредятины. Кисломолочные продукты содержат алкоголь в небольших количествах. Квас – традиционный национальный русский напиток. По ГОСТу не более 1,2% алкоголя в литре. Соответственно, 2 литра кваса примерно равняются, грубо говоря, 100 грамм в воду. На квасе спиться невозможно в принципе. Есть определенная концентрация алкоголя в напитке, после которой уже мы считаем, что этот напиток представляет опасность для того, что человек может спиться. И какая это доза? Пиво уже, несомненно, можно считать таким алкогольным напитком. Вот у нас здесь есть представитель алкогольной мафии, очень неуважительно отнесся к величайшему человеку России, академику Федору Горьевичу Углову. Сказал про какую-то там бредятину и прочее. Я понимаю, что алкоголь, он, так сказать, ясность ума у людей всегда замутняет. Что касается кваса. Квас – это водная вытяжка любого продукта. На Руси существовало 33 сорта кваса. Из этих 33 сортов кваса на Руси, 3 были алкогольные, назывались они брагами. Это те, в которые добавлялись дрожжи и сахар. Наша промышленность выпускала 3 сорта кваса, все 3 алкогольные. И Углов в первую очередь говорил о том, что детям, конечно, опасен алкогольный квас, как любой алкоголь. Что касается кефира, то была поднята в 83-м году мощная компания Углова о том, чтобы изъять кефир из детского питания. В 69-м году почему-то, то ли недомыслию, то ли по очень злому мусусу, во все молочные кухни был внедрен детский кефир. Это, думаю, первый шаг был в массе международных. А кефир – это продукт двойного брожения. Кисломолочного, а потом спиртового. Туда добавляют дрожжи. А теперь смотрите. По ГОСТу в кефире допускалось полпроцента алкоголя. По ГОСТу. Когда мы его приносили, молодые семьи, 3 бутылочки 200-граммовые, в холодильниках не было ни у кого, это все стояло на подоконнике. Стояло 5-6 часов, он дображивал до полутора градусов. А когда ребенок съедал этот кефир, в желудке продолжался интенсивный бродильный процесс – 3% алкоголя. 600 грамм кефира – 3% алкоголя. Это 18 грамм чистого спирта. Это 40 грамм чистейшей водки. То есть нашим детям через молочную кухню каждый день прописывали 40 граммов водки. Моя дочка стала кефирной наркоманкой. А когда Углов это все размотал, и вот та алкоголизация молодежи, рождение вот этого начала 70-х годов, она как раз и связана с тем, что вот этим внешним алкоголем у человека разрушается механизм внутреннего, эндогенного выработки алкоголя. И он, в конце концов, потом из корыта с пивом и с водой, он выберет пиво. Вот о чем идет речь. Комментарии будут на тему кефирного... Я считаю, можно сказать, вот это вообще на Нобелевскую премию точно совершенно тянет. Если выпить полутора процентный кефир, и он в организме добродет до трех, это Нобелевская премия стопроцентная. Не всякого шага. Я готов с вами поделиться. Да, конечно, у нас стоит серьезнейшая проблема. Ну, в общем, действительно, деградации большого количества людей в стране. Эта деградация сопровождается алкогольным спиванием. Эта деградация сопровождается культурной деградацией. Ну, и деградация сопровождается разрушением семейных отношений. И так далее, и тому подобное. Поэтому здесь, видимо, действительно не обойтись без глобальной культурной программы, в которой ограничение в той или иной форме потребления алкоголя, создание отрицательного имиджа для алкоголя будет неотъемлемой составляющей. Но мне бы не хотелось, чтобы для нас программа по оздоровлению нации превратилась в новую охоту на ведьм. И чтобы у нас рассказы о... Человек пьет, потому что ему хочется, потому что он делает такой выбор. И надо общаться с ним в формате диалога. А не говорить о том, что какие-то злые, не знаю, марсиане или кто-то еще, значит, набросили сети на его мозг, там мозг его отцов и так далее. То есть я против охоты на ведьм. И я за то, чтобы... Да, пускай алкоголь, яд, но, в общем-то, все смертные. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Поэтому я за то, чтобы все-таки культура общения с этим ядом, хотя я к ней сам напрямую не принадлежу, она сохранялась, чтобы... Ядом с наркотиком. Ну да, хорошо. То есть вы за культурное употребление наркотиков. Да, выражаясь вашей лексикой, я за культурное употребление наркотиков. А к табаку-то как относится? Сохранить культуру? Ну, точно так же. Да, конечно. Во-первых, я курю сам, а во-вторых, да, конечно. Потому что меня, уруэлловская картина стерильного мира, где все правильные и все ходят по линеечке, пугает больше, чем... Ну, здесь должны быть противовесы, система противовесов. Должны быть и люди полные противники. Я призываю следующую передачу посвятить табаку. И мне высказали в Красноярске очень интересное предложение насчет табака. Табак у нас самый доступный в мире. Для детей ребенок совершенно покупает. Я думаю, не исключено, что мы говорим о табаке. И вот было предложение такое. Давайте сделаем пачку табака 100 рублей. Но курильщик все окурки будет собирать обратно в пачечку и потом сдавать. И за каждый окурок ему 3 рубля будут возвращать. Чудесно. На зоне так и делают. Вы знаете, на зоне в камере всегда есть коробочка. Я там просто был. Коробочка, в которую бычки те, у кого выкидывают. Ну и на этой позитивной ноте мы закончили. Большое спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok